Чтобы раскрыть потенциалы и возможности нашего округа, необходима поддержка федерального центра. Об этом заявили участники Дней Нинецкого округа в Совете Федерации. Напомню, мероприятие состоялось в апреле, возглавил делегацию глава региона Игорь Кошин. И кажется, в Верхней Палате Российского парламента нас услышали. Совет Федерации принял в окончательном чтении постановление о развитии Нинецкого округа со всеми предложениями и рекомендациями. Смысл Дней Нинецкого округа в Совете Федерации, вся суть этой поездки заключалась только в одном. Еще раз показать потенциал арктического региона, обозначить те задачи, которые необходимо решать уже в ближайшее время. В Верхней Палате Российского парламента наши делегаты представили, пожалуй, самые перспективные направления социального и экономического развития округа. Речь идет о реконструкции Наринмарского морского торгового порта и аэропорта, подключении системы энергоснабжения наук единой федеральной сети, строительстве зимников, телемедицине и набившем москомину строительстве дороги Наринмар-Усинск. Все эти направления были отработаны на профильных комитетах при участии замминистров энергетики, транспорта и здравоохранения. Усилиями представителей Совета Федерации и окружных законодателей удалось отстоять каждый пункт. Все предложения и рекомендации легли в основу постановления. Оно уже принято на заседании Совета Федерации в окончательном чтении. А это значит, наш округ получит федеральную финансовую поддержку. Постановление, еще раз повторюсь, это вершина айсберга. Оно венчает всю эту работу, которая проводилась до этого. Достаточно сложно доказать необходимость внесения всех необходимых пунктов в постановление. Понятно, что органы федеральной власти зачастую не поддерживают наши позиции, потому что считают, что расходы бюджета в данном случае неслесообразны. Каждый раз приходится доказывать, что это очень важно. В этом смысле нам хорошим подспорьем стало создание арктической комиссии, которая приоритетно, в порядке выделяет эти 8 субъектов арктической зоны. И правительство особое внимание обращает на эти субъекты. Постановление Совета Федерации не носит обязательный характер. Это незаконно, тем не менее, документы очень важные. Постановление принято и уже взято на контроль. «Ответственный комитет за это постановление – комитет по федеративному устройству, региональному взаимоотношениям, местному самоправлению и делам Севера. Вот тот комитет, в котором я и работаю. Значит, то, что я вижу из практики работы по аналогичным постановлениям по другим территориям, то в течение года неоднократно комитет возвращается с точки зрения контроля исполнения тех пунктов, которые записаны в этом постановлении. И, в принципе, мониторя состояние, тем самым подталкивает к исполнению всех». И если всё пойдёт так, как ожидает администрация округа, первые оценки за исполнение можно будет поставить уже весной 2016 года на сессии правительства Российской Федерации. Именно тогда должен быть представлен отчёт о реализации предложений по развитию Нинецкого округа. Получается, что у нашего региона есть реальный шанс, что уже в ближайшее время часть пунктов, обозначенных в постановлении, получат своё развитие. Понимаете, в чём суть? Это, допустим, если хочешь построить дом, ты должен сначала провести изыскание, потом должен сделать проект, а дальше уже непосредственно должен собирать и строить по проекту. Вот мы уже провели изыскание в прошлом году, когда сформировали основные пути развития нашего округа. Сейчас мы уже сделали проектно-сметную документацию, осталось только строить. Для этого нам надо всего лишь чуть-чуть, чтобы доходы окружного бюджета нам позволяли это делать, и доходы федерального бюджета тоже позволяли нам это делать. Впрочем, первое средство из федерального бюджета на начало реализации одного из пунктов постановления уже есть. Первый транш в 360 миллионов рублей Ненецкий округ получил на строительство автодороги Нарин-Марусинск. Администрация региона уже подписала соответствующее соглашение с Росавтодором. Очевидно, что эта сумма ничтожно мала по сравнению с необходимыми 12 миллиардами, но это только первая часть денежного потока. И если правительство начинает финансировать этот объект, то у округа есть большие надежды, что эти темпы оно будет только наращивать. Ведь, как справедливо отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, НАУ – единственный субъект, не считая, конечно, Сахалина, который не имеет сухопутного сообщения с другими субъектами. Напомню, что строительство дороги началось еще в 1991 году, и к 2004-му было построено два участка общей протяженности около 100 километров, которые уже требуют ремонта, а протяженность незавершенного участка составляет порядка 80 километров. То, что такая дорога нужна, значит, это очевидно. Цена вопроса порядка 12 миллиардов, поскольку три мостовых перехода там на сегодняшний год выделено 400 миллионов рублей. Но должен сказать, что этот вопрос в поле зрения правительства Российской Федерации, Министерства транспорта и министра транспорта Максим Юрьевич Соколов. И у Игоря Викторовича и у меня были неоднократные беседы на эту тему с ним. На софинансирование строительства дороги Наринма-Русинск из бюджета Ненецкого округа в этом году выделили 170 миллионов рублей. Итого вместе с федеральными – 530 миллионов. В скором времени профильный департамент займется подготовкой документации на аукцион, с тем, чтобы уже этим летом начались физические работы по строительству автомобильной трассы. Кроме того, администрация округа надеется, что в ближайшее время с мертвой точки сдвинутся и другие не менее важные для региона проекты. В их числе – дноуглубительная работа на реке Печора и реконструкция взлетно-посадочной полосы Наринмарского аэропорта. И, как отметил глава региона Игорь Кошин, здесь все зависит не только от экономической ситуации в стране, от возможностей регионального и федерального бюджетов, но и от общей работы всех заинтересованных лиц. Возможность развивать регион у нас есть. Теперь нужно стучаться во все двери. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, Вадим Стасюк, телеканал «Север» программа.